Особое мнение на 101FM Сейчас я туда захожу и как раз смотрю, есть вопросы или нет Но если они наличествуют, мы их обязательно озвучим Так, пока я их не вижу Но я думаю... А, нет, есть вопрос Я думаю, что мы немножко позже к этой теме перейдем Потому что тема касается отчасти и выборов президента РФ И сегодняшнего утверждения, как я понимаю, нового премьер-министра Или не утверждения? Утверждения однозначно Утверждения однозначно Но и касается Никиты Белых, поэтому чуть-чуть попозже Давайте все-таки со вчерашней церемонии инаугурации Собственно, выдвижением Дмитрия Медведева на пост премьер-министра И уже первых заявлений Дмитрия Медведева по поводу состава кабинета министров Вы за новостями следили? Ну, я читаю, да А видео смотрели? Видео не смотрел Там говорят, предложение Дмитрия Медведева назначить Виталия Мотко Ответственным за строительство и региональную политику Да, это я видел Вызвало смех даже среди депутатов Единой России Вам как кажется, это такой тонкий троллинг? Или вот что это было вообще? Троллинг таково кем? Ну, не знаю Троллинг российского народа? Нет, я думаю, может быть представитель Единой России Нет, нет, нет Это не может быть Дмитрий Медведев лидер этой партии Они всегда с аплодисментами стоя приветствуют его Поэтому какой тут троллинг? Я думаю, что это троллинг российского народа Со стороны Медведева Единой России Вы думаете, кабинет будет работать хуже, чем сейчас? Так же, как сейчас? Лучше, чем сейчас? Я не знаю, как может хуже, чем сейчас быть работа по управлению страной этого кабинета Поэтому, ну, может быть, и будет хуже Но я думаю, что будет так же хуже, как сейчас Так же хуже, как сейчас? Да Ничего не изменится? Я не вижу пока предпосылок Потому что остаются фактически те же люди Которые не умели управлять страной Они и будут дальше так же управлять этой страной То есть превращая нас еще в более худший вариант Сырьевого государства А почему те же люди остались на своих местах, как вам кажется? Почему? Вот смотрите, незадолго до вчерашней церемонии инаугурации Ну, то есть где-то там за месяц примерно Многие СМИ, многие эксперты в СМИ, федеральных, я имею в виду Высказывались о том, что Дмитрия Медведева с поста премьер-министра уберут И назначат ему замену Это чтобы вам и нам было не очень скучно жить Так Ну, с чего вы взяли-то? То есть что у Путина есть как бы другие варианты? Есть Какие? Ну, кандидатуру, например, Кудрина называли Какого Кудрина? Это что, новые варианты? Это заржавевший там и, значит, обросший мхом вариант Значит, который... Что вы такое? Вы же не такой старый еще Вы вспомните, что сделал Кудрин и как он сделал это Он и начал, собственно говоря, изложил основы разрушения нормальной экономики страны И он и очень много приложил пальцев для того, чтобы страна стала превращаться в сырьевой предаток других стран в мире Поэтому, что мне сказать? Что, Кудрин лучше или Медведев? Вы мне предлагаете выбрать между Сциллой и Харибдой Ну, президент сделал, видимо, выбор Видимо, Харибда ему больше понравилась, чем Сцилла Вы знаете, есть уже разговоры о том, что, возможно, Дмитрия Медведева оставляют на посту премьера Для того, чтобы было проведено несколько непопулярных, скажем так, решений Ну, в частности, вот там анонсировалось возможное повышение пенсионного возраста, еще что-то И на волне потом народных протестов, народного недовольства человека уберут Ну, Кудрин об этом тоже давно говорил Поставили бы Кудрин, он бы то же самое сделал На фоне народных волнений Уберут Медведева, типа, найдут козла отпущения Как в одном известных фильмах про византийского императора Ну, не знаю Будут ли народные волнения И может ли остановить эти волнения потом Волнения пенсионеров, мы имеем в виду Это один из толпов поддержки Путина Выйдут на улице Да, а кто его знает Это заденет большое количество людей Которые еще не вышли на пенсию Которые все еще активны Но которые уже мечтают о пенсии То есть, которые уже видят перед своими глазами Значит, ту черту, когда они смогут обратно у государства наконец-то начинать получать То, что они много лет назад доверили этому государству И что государство сберечь по факту не смогло Так То есть, на новом кабинете министров мы ставим такой крест или знак вопроса пока? Ну, я никаких знаков Вот я знака вопроса не ставлю Я не вижу Для меня этот кабинет министров в крест Потому что, ну, поиграли лидеров России В лидеров вятки и так далее Ну, хорошо Не действуют принципы меритократии Не действуют Ну, значит, вариант выхода этой активной энергии будет в другом месте И в каком он будет в виде, я не знаю Посмотрим Ази Савельевич, мы сейчас до первого перерыва еще успеем, наверное, обсудить несколько пунктов Которые были упомянуты Владимиром Путином в его вчерашнем указе На национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года Это как раз к вопросу о том, да, куда мы будем развиваться Ну вот, в частности, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет А к 30-му году до 80 лет Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан Уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, да? Снижение в два раза уровня бедности в стране Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно Ускорение технологического развития Российской Федерации Увеличение количества организаций, которые осуществляют технологические инновации до 50% от общего числа Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сферы Ну там вхождение еще Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира Ну это, мне кажется, прям вот очень уж такой масштабный такой, да, проект с заявкой Я не знаю, мы сейчас входим Входим ли в 20-ку мы крупнейших экономик? В 20-ку, по-моему, мы входим Мы, по-моему, если я не ошибаюсь, 13-е или 14-е Мы входим в 20-ку Быть за пределами 20-ки, ну это вообще было бы Стыдно? Не стыдно, это была бы катастрофа Можно сказать, что если мы будем за пределами 20-ки, то, наверное, нам даже ядерное оружие не поможет Ну, не может быть сильной такая страна, которая находится по экономике там за пределами 20-ки Ну мы можем по пункту там посмотреть Да, да, ну то есть в пятерку войдем мы в течение ближайших лет? Нет, не войдем Почему? Потому что нет условий для этого И создать там ближайшие пять лет такие условия, чтобы мы вошли в пятерку И учитывая, какие шаги уже делается По выбору менеджмента страны По выбору тех, кто будет управлять этим процессом А между прочим, Дмитрий Анатольевич Медведев любит новые технологии Дмитрий Анатольевич любит новые технологические игрушки Понятно, это разные вещи Это разные вещи Новые технологии управления Это не просто поиграть в цифры Потому что нам можно втирать по телевидению Что, о, смотрите, вот новая игрушка цифровая Вот электронное правительство там и так далее Но все эти электронные прибамбасы Они не меняют принцип управления страной Любой управленец имеет возможность со мной согласиться И, наверное, согласиться Что если ты не соблюдаешь принципы управления И если ты управление страной превращаешь в управление интересами своими Или своих друзей с накоплениями определенными То никакого результата в итоге ты не получишь Поэтому электронные прибамбасы Они могут ускорять только правильные процессы в правильную сторону А если ты неправильно используешь управленческие технологии Управленческие процессы То они ускоряют в минус Твои недостатки увеличивают Понимаете? Понимаю И спросите любого управленца Он так и скажет Да и у тех, кто занимается автоматизацией Всех этих управленческих процессов Даже поговорка такая есть Она уже избитая Они говорят Если что Если ты автоматизируешь бардак То ты в итоге получаешь автоматизированный бардак Но никак не правильный А ничто иное с другим знаком Да, абсолютно То есть С чего это? Ну я вот сейчас внедрю цифровые технологии У меня будет все хорошо Ты сначала наладь правильное управление Сначала поставь правильные цели Определись с правильной стратегией С методами правильными по достижению этих целей А потом ускоряй Что нам дают электронные технологии? Они дают четкость, быстроту Обработку больших баз данных Для чего? Для того, чтобы мы быстрее могли принимать решения А не ждать, когда будет обработана вся информация Ну вот я, собственно говоря Поэтому, когда вы говорите Что любит Дмитрий Анатольевич Ну пусть любит Он, по-моему, сразу любил По-моему, еще там в этих В чатах еще первые Как-то там он назывался Письма писал И у него был ник Какой-то там Медьет Или как-то так Какой-то такой Ну так что Ну хорошо Любовь осталась Юношеского возраста, видимо К электронным устройствам Да, на развитие экономики России Это никак не скажется Абсолютно нет Для того, чтобы заниматься развитием Экономики Таких систем, как Россия Россия это большая социально-экономическая система А Кировская область тоже социально-экономическая система Но меньше, чем Россия В определенные разы Нужно быть специалистом по развитию К сожалению Медведев таким специалистом И та команда, которую он собирает Не являются Хорошо А если мы немножечко развернемся Сделаем это уже после небольшой рекламы Точнее, небольшого перерыва Я сейчас вас попрошу подумать Пока этот перерыв идет О том, а что мы могли бы сделать Чтобы войти в число пяти лучших экономик мира Самых сильных Особое мнение На 101FM Азиз Агаев Директор аудиторской консультационной компании Бизнес Информ в нашей студии Мы продолжаем программу Особое мнение Остановились на указе президента России Вчера инаугурированного Владимира Путина В котором говорится в частности о том Что Российская Федерация Должна войти в число пяти крупнейших Экономик мира Вот я Азиза Агаева спрашиваю То есть прогнозы ваши неблагоприятные А что надо было бы сделать? Цырьевая экономика Какой по факту является во многом Российская экономика сейчас вообще может входить В число крупнейших экономик мира? Не может Потому что Понимаете Вот В чем отличие Например меня И целого слоя Как бы людей Которые являются предпринимателями От Чиновников У которых власть сегодня В руках Ведь у нас даже депутаты Сегодня чиновниками являются Они не стесняются Это так сказать Говорить Да Они получают огромные заработные платы Из бюджета Ну не все депутаты Депутаты Государственной думы Это правда Да Отличие значит заключается В том что Большое количество людей С принципами предпринимательскими Они ответственность берут на себя И И они понимают Что Просто Тупо продажей Так сказать Вот там Того чего ты не произвел Значит Ты в итоге богатым не станешь Это либо кончится Либо это есть еще где-то Кто-то еще найдет Уронить там цену на нефть При большом желании Политически Мы видели в истории Это было Можно Это сделать Если Кто-то сильно захочет Таким образом Нанести Там России Урон Мы должны В принципе Сделать так Чтобы Это вообще Движение цены на нефть Вообще на нас Как бы Не сильно сказывалось Мы должны уйти От пополнения бюджета Который По моему убеждению До сих пор В районе 65% Значит Формируется За счет сырьевых Называет даже большую сумму Потому что там ведь еще И около Нефтяных и прочих Всяких Разных бизнесов Крутятся другие компании Я почему так говорю Потому что Ну Как бы Не сильно хочется Обижать Ведь президента Который там В одном из своих выступлений Сказал что Уже 50% Значит Бюджетных доходов Формируется Не за счет Нефтегазовых Доходов Но Я думаю Что ему неправильную Дали информацию Для доклада Не те цифры Положили ему На стол Поэтому Поэтому я так и говорю А что делает Как бы человек Который понимает Что ему надо Развиваться Он пытается Выйти из этой зависимости Он делает так Чтобы его судьба Зависела от него А наша судьба Сегодня зависит От Бога И от тех Кто покупает Наше сырье И от наших отношений С теми Кто покупает Наше сырье Да И от наших отношений С теми Кто покупает Наше сырье Ведь судьба Наших олигархов Тоже Видите Все как задрожали Как бы Забегали Начали просить Помощь И так далее И так далее Потому что они все Сидели на том Что зависит От тех Кто на западе Решает Так сказать Их судьбы Ну это понятно Это еще раз Для непонимающих Что Что богатством Не купишь Все И даже Уважение Не купишь Сколько бы Миллиардов У тебя Не было Заграницы Тебе Просто могут Плюнуть В лицо И сказать Пошел Ко вон Отсюда Значит Я имею Ввиду Олигархов Богатых Олигархов Мне кажется Все таки Там они Так себя Не ведут Они там Тоже Любят Считать Деньги Да Они Может быть Плюют Другую сторону Не в лицо Но Про себя Думают Пошел Ко ты Отсюда Своими Миллиардами Или Я сейчас Заморожу Твои Миллиарды Не важно Как они Это делают Я как Образно Как бы Рассказываю Поэтому Эти люди Вот Эти олигархи Они тоже Не являются Предпринимательными Они так или иначе Каким-то образом Хапнули свое время Такое-то количество Национального богатства Страны И вот Есть Более ценный Золотой резерв России Который Еще раз Много раз Говорил В этом эфире Создают Национальное богатство Страны Страна должна И президент Должен С ними советоваться Не с олигархами У которых Миллиарды А с ними Советоваться Как развивать И не с этими Чиновниками А у нас все время Между прочим Говорится о том Что с бизнесом Будем советовать Вы посмотрите С кем последний раз Путин сидел За квадратным столом Ну Откройте Вот встреча С крупным бизнесом И так далее Откройте Как бы И посмотрите Список фамилий Там Нет Не было практически Ни одного Ну Я не знаю Может один там Человек Сейчас Надо посмотреть Кто Сам создал С нуля И до сих пор Создает Национальное богатство Страны Своим трудом Своим предпринимательским Трудом Все остальные Это люди Которые Ну Это олигархи Весь список Олигархов Которые практически Сидят на национальном Богатстве страны И надо ли За этот стол Вообще Приглашать людей Которые сидят На государственном имуществе Типа там Роснефть Там Газпром Транснефть И так далее И так далее Это большой вопрос Это люди Должны просто сидеть И слушать Что им скажут Другие люди Другие люди Которые сами зарабатывают Да Поэтому Когда президент Говорит Что ему надо Повысить уровень жизни Там Населения Хорошая цель Хорошая цель Давайте скажем Оценим Во сколько мы хотим Повысить Хотя Честно говоря Снижение Бедности По-моему В два раза Президент Президент В два раза Об этих вещах Если я не ошибаюсь Раз 11 говорил В своих выступлениях Ну хорошо Давайте возьмем Два раза Отлично Почему уровни бедности Давайте говорить о повышении уровня жизни Доходов и жизни Да Уровня доходов Почему мы с отрицательными результатами боремся Давайте мы будем В позитив Как бы работать Ведь два раза Уровень бедности Большая часть этого Этого два раза Появилась буквально За последние три года Ну да После того Как экономика Наша В очередной раз Дала течь И после этого Значит назначать Назначать Именно назначать Не избирать Государственные думы Государственные думы Это чиновники Которые сделают то Что сказал президент И после этого Назначать Медведева Снова премьер-министром С моей стороны Это вот и есть Троллинг Населения Страны Что Ну еще раз Посмотрим Сколько вы Как бы мой троллинг Как бы Медведевым Выдержите Выдержите Может он просто Очень много знает И его нельзя сейчас Дмитрий Анатольевич Чего он знает Если бы он что-то знал Он хоть что-то бы делал А здесь речь Не очень много времени У нас остается Я вас еще просила бы оценить Все-таки вот социальные Такие вещи Которые Были упомянуты В указе Продолжительность жизни До 78 лет И до 80 лет Вам как кажется При том что в Государственной Думе Сейчас лежит указ О возможном запрете Поставки в Россию Импортных медикаментов Вот это вот Ну как-то вот Коррелируется Или не очень Ну такими мерами Это не коррелируется И учитывая Что Ну вы понимаете Вот какие вещи происходят Вот вы меня Хотите конкретно Ну хорошо конкретно Там да Вот сейчас там У нас кто за фарминдустрию В свое время Отвечала Голикова Потом она стала Председателем счетной палаты При Голиковой Фактически Значит Было сделано Все Чтобы фарминдустрия В России Не развивалась Потому что Она зарабатывала на том Что вот с моей точки зрения Производила орбидол Да Зарабатывала на том Что Что индустрия Фарминдустрия В России Не развивалась Теперь Голикова Возвращается снова В это правительство И вы меня спрашиваете И как мы за 5 лет достигнем Да не достигнем Поэтому когда вы говорите Будет до 80 лет Ну может будет Не знаю Сейчас то у нас Как бы До 80 лет В 30-м году Да сейчас у нас Сколько 70 Ну по Кировской области 72 по-моему 72 или 73 А по России в целом Да где-то вот в этих же Примерно цифрах Ну Вопрос-то не в том Чтобы достичь там Продолжительности Я считаю Что нужно достичь Активной Как бы жизни Вот в этом возрасте А у нас получается Что люди После 65 лет 70 Они как бы Типа начинают Доживать Вот не хотелось бы Чтобы Даже термин есть Возраст дожитель Да Вот не хотелось бы Чтобы люди доживали Это один момент И второй момент Чтобы Хотелось бы Чтобы активные люди Доживали А чтобы они доживали Нужно сделать Так Чтобы они были Довольны жизнью А довольны жизнью Они будут тогда Когда они сами Достигают В этой жизни Что-то значимое При таких условиях Для бизнеса И при такой экономике Люди не могут Сами достигать Они все время Будут ждать Что им из бюджетного Пирога кинут В клюв положат Азиз Агаев Директор аудиторской Консультационной Компании Бизнес Информ В нашей студии Это программа Особое мнение Уйдем немножко Пораньше на рекламу И вернемся Особое мнение На 101FM Азиз Агаев Директор аудиторской Консультационной Компании Бизнес Информ В нашей студии Мы продолжаем Особое мнение Но вот сейчас Перейдем к вопросу Николая На нашем сайте Косвенно он связан Как раз с выборами Вступлением В должность Нашего нового Старого президента Николай спрашивает И просит вас Оценить вероятность Смягчения Наказания Никите Белых Бывшему губернатору Кировской области В процентах В следующих сценариях В апелляционной инстанции 10 мая Это в четверг В ближайшей будет рассматриваться Жалоба В связи с амнистией Приуроченной К выборам президента И в связи с помилованием Президента Давайте так Сначала в процентах Вообще возможно Снижение наказания Если да То сколько процентов Ну очень немного Я не знаю 5, 10, 1 Вероятность Она стремится к нулю В этом смысле Что будет смягчение Наказания Потому что Ну я конечно не читал Какие аргументы Там адвокат приводит Но из того Что я читал В прессе Я в основном Имею возможность Только в прессе следить И от того Что обсуждали И говорят Эксперты Вероятность Не очень велика Ну Если это все таки случится Это будет апелляция Снижение Десятого числа Амнистия Или помилование Это только помилование Будет То есть Потому что Никто другой Сегодня не должен Показывать Что он может Вообще Повлиять Каким-то образом На судьбы Таких людей Что только Президент Определяет У нас Это ведь плохо Ну Это вы так думаете А на самом деле Хорошо Да Ну спросите Любого депутата Государственной думы Любого единоросса Они скажут Что это хорошо То есть На апелляцию Ближайшую В четверг Вы вообще смотрите На процесс Который не будет Результаты иметь Будет Если и будет То незначимые Угу Так Надеюсь Что мы ответили На вопрос Николая Еще одна тема Которая косвенно Связана с выборами Президента Это митинги Которые прошли Накануне 5 мая Во многих городах России В том числе И в Кирове Везде с разным результатом Более тысячи Человек задержаны Разные цифры Тоже называются От 1300 до 1600 По разным совершенно поводам И везде Конечно полиция Вела себя по-разному Если в Москве И в Петербурге Особенно Мы видели видео С очень жестким задержанием Да Есть такое слово Вентилова То в Кирове Например Все прошло Очень мирно Судя по тому Что написали наши коллеги Портал 7 на 7 Ну вот это просто Трогательную Какую-то улыбку вызывает Да Полиция говорит Пожалуйста Граждане Разойдитесь И когда граждане Говорят Ну ладно Ладно Мы все Расходимся Полиция значит Так вот подтверждает Да Все правонарушение Там нарушение Закона пресечено А когда Митингующие Расходятся И заканчивают Своё шествие Они говорят Шествие Там акция удалась Шалость удалась Как в Гарри Поттере Вот почему Такая разница Во-первых Разница между Москвой И Кировым Разница между Москвой И регионом Потому что ведь Не во всех регионах Было тихо Мирно и спокойно В Челябинске Например тоже Большое количество Задержанных Ну в Москве опаснее Так Если показать Такую доброту То в следующий раз Может больше людей Прийти То есть пока Я думаю Что это Определённая возможность Держать людей Страхи Что Ну вы же знаете Что и после Болотной И там После Майских Там То людей Прямо осуждали Да В том числе С надуманными Так сказать Предлогами Что там Но они может быть Не были надуманными Но заброшенные В ОМОНовцы Лимон Сажать человека За решётку Ударил кулаком По бронежилету Тем нанёс травму Да И причинил Моральные страдания Да И причинил Моральные страдания Там Где-то там Поцарапали Там палец Вы считаете Что это такой способ Регуляции Количества участников Митингов Да Я считаю Что это способ Регуляции Чтобы люди Ну есть же Достаточно большое Количество людей Во-первых Сами мероприятия С этой точки зрения Многим Кажутся Бесполезными Вот А раз Бесполезные Мероприятия А ещё есть Как бы Опасность Что ты Можешь Пострадать Пострадать То зачем туда ходить То есть В итоге получается Что Да Люди не ходят То есть Туда Ходят либо Очень смелые люди Либо совсем Бесшабашные Либо Либо те У кого Ещё страха нет Это подростки Например Несовершеннолетние Ну или подростки Которые Только начинают жизнь И не знают Чем это для них Может Аукнуться Например Да Поэтому пока Вот Такая ситуация Жёсткое задержание Это вот именно В крупных городах Да А почему в Кирове Всё так прошло Тихо Мирно Спокойно Ну я не знаю Ну наверное Не представляло В Кирове Никакой опасности Видимо Какие-то были Измерения Социологические Что Наши протестанты Мирно Что наши Вообще не опасны И вообще Большинство населений К этим протестам Относятся Ну так Никак Вот Ну не очень Непонятно Почему Вот всё-таки Там по-моему Парк Степана Халтурина Всё-таки Объявлялся Там Свободной зоной Для проведения Всяких акций Ну сквер Возле памятника Да-да-да Но там Там молодая гвардия В этот момент Ленточки раздавала И в этой ситуации Я считаю Что Я считаю Что Это неправильно С стороны власти Потому что Они должны были Именно этих ребят Убрать Которые с ленточками Там И поставить их Куда-нибудь Через перекрёст Да Ну через дорожку Сказать Вот тут раздавайте Как бы Ленточки Потому что люди Это место для проведения Акции Ну мне вот такие вещи Не очень понятно Молодёжные проправительственные организации Они часто используют Как раз как предлог Мне не очень Такие вещи Понятны Мне тоже Вот если Значит Молодёжные проправительственные Там Организации Если они такие Крутые Иногда хочется Как бы сказать Что ну давайте Так сказать Ну как бы Мундиры снимем И поговорим Так сказать В других местах Так сказать Но без поддержки Старших товарищей Старших товарищей И посмотрим Кто вы есть На самом деле Я их несколько раз Видел Этих товарищей На всяких мероприятиях Поэтому Ну В этих мероприятиях Они не вызывали Большого Как бы Большой симпатии Орган Протестная активность В России Вам как кажется Она с годами Будет нарастать Или будет снижаться Учитывая то количество Молодёжи Которые выходят Всё-таки На митинги Это люди Которые Через 5 лет Вырастут Вот каждый Кто будет Через 5 лет Вырастать Будет получать То или иное Образование И будет иметь Возможность реализоваться Где-то в другом месте Скорее всего Он будет Не будет выходить На протестные акции Потому что Могут быть проблемы На работе Могут быть проблемы Там с жизнью Словно говоря И потом тратить Очень многие Думают Так что Тратить свою энергию Жизнь на то Чтобы там Протестовать Когда можно уехать Куда-то там И реализоваться В другом месте Очень большое количество Наших людей Прекрасно реализовались В других странах Либо Прекрасно реализовались В России При этом Имея возможность Никак не контактировать С органами Там Власти Внутренняя иммиграция Так называемая Да Так называемая Внутренняя иммиграция То есть Они находят Способы А вот Как раз Совершенствованием Технологий Такой возможности Будет Все больше И больше Вот Поэтому И тут Медведев Уже никак Ни при чем Поэтому Не знаю Да и учитывая Что большое количество Учитывая Тем что Доходы бюджета Формируются Все таки Соревимые у нас Ресурсами И большое количество Людей И правительство Увеличивает Все больше Это количество людей Там посмотрите Там по-моему За последние годы На 300 тысяч Увеличилось количество Людей Которые Бюрократический аппарат Фактически Россия То есть там По-моему За 2 миллиона Уже стало 2 миллиона 100 или Сколько Это так Людей Большое количество Людей Питаются Через Бюджет А этот бюджет Федеральный Он формируется В основном За счет Нефтеказовых Такодов И смотрите Вот бюрократы Значит Вот наши Уважаемые Пенсионеры Которые от Государства Получают Вот Они например Те мизерное Увеличение Пенсии Посчитали Заслугой Например Президент Полевада Центр смотрели Оценку Одной из положительных Характеристов 24% Оценили Что Увеличил Пенсии Силовики Военные Огромное количество Людей Кстати Бюджетников Я бы не стала Относить Может быть Всех К этому списку Потому что Бюджетники Как раз Говорят На местах Потеряли Немножко В деньгах В последнее время По телевизору Видите что говорят По телевизору Говорят что Все хорошо Вот Поэтому Есть такая Русская поговорка Что Назовешь человека Свиньей Он Долго будешь называть Он захрюкает Вот поэтому В этой ситуации Когда много раз скажешь Что ты вообще Хорошо живешь Хорошо живешь Люди поверят Люди Ну да Так или иначе Ведь До сих пор Многие Когда Начинаешь обсуждать Какие-то проблемы Говорят что Лишь бы не было войны Ну это такая Страшилка еще До сих пор Вот поверьте А у дедушек с бабушками Да Уже не только дедушки И бабушки Уже мамы и папы И есть Средних лет Как бы людей Которые Таким образом То есть снижение Протестной активности Будет Вот если не случится Ничего экстраординарного В стране Не будет Высокая протеста Но она останется На этом уровне Хорошо Хорошо У меня вопрос Если мы так плохо живем Почему же мы Не выходим на улицы Только потому что Приняты в России законы Которые запрещают Это делать То есть мы Люди находят Варианты Не призываем Люди находят варианты Поправить свое положение Тем или иным способом Самый простой способ Это огородничество Пенсионеры Еще кто-то Вот они Так или иначе Многие Потом еще С своих пенсий Помогают Своим детям Многие работают Будучи на пенсии Многие еще работают И снова помогают Своим детям Мне иногда говорят Что если люди Так плохо живут Почему Вот у них там Количество автомобилей Увеличивается Потому что Все в кредит Видите Вы уже ответили Так сказать На этот вопрос А кредиты Надо обслуживать А в ответ Я могу сказать Что если люди Так хорошо живут Почему увеличивается Количество взятых Микрокредитных На кабальных условиях Организациях Займов Почему Потому что Там выдают Без документов Справки о зарплате И всего Но есть еще Масса вопросов Которые касаются Уровня жизни населения Которые можно обсуждать Но люди тем не менее Предпочитают Не выходить Не жаловаться А каким-то образом Самостоятельно решать Я не всегда понимаю Почему они Я не всегда понимаю Почему они Не выходят И почему не протестуют То есть мы себя Вот в России Люди себя не уважают Настолько Что не готовы протестовать Это да Вот это вот Это да То есть люди У них немножко Сформировано Ошибочное представление О собственном достоинстве Но Объясню почему еще Потому что Ведь достоинство Появляется только тогда Когда ты несешь Персональную ответственность За свою жизнь А когда тебя Подкармливает Власть Хотя твоими же деньгами Но Власть распоряжается Этими деньгами То вроде как Ну За твою жизнь Ответственность Несет Правительство И в какой-то степени За твоё поведение Поэтому Ну как правило Не сильно Как бы собственно Достоинство Такой человек оценивает Ну если я не несу Ни за что ответственность Ну какое как бы Достоинство Высокое Да Вот Соответственно Есть многие вещи Которые в таком случае Людей не задевают Вот на самом деле То есть большие зарплаты Коррупции О которой Большие зарплаты Большие зарплаты Приближенных Навальных Навальный Там Коррупции Покупки огромные Прочие 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 Безумные траты Бюджетных средств Куда не надо Это не задевает Это не задевает Людей Это не задевает Потому что они говорят Ну мне же тоже достается Так И новый Старый премьер-министр Тоже не задевает И вот эта вот Рокировочка Которая была Тоже не задевает И происходящее В политической жизни Тоже не задевает Пусть отец нации Решает Как бы Кто будет Что будет Он же повысил Наше самоощущение И пенсии И пенсии Все В принципе-то Ну как бы Да Потому что есть вещи С которыми Несмотря ни на что Я как бы В этой же Внешней политике Там например Согласен Да Есть вещи Которые мне не нравятся Там Когда В отношении России Там какие-то Применяются Не то что санкции А Шаги Шаги Недружественные Да Недружественные Там Проявляется Неуважение Там И так далее И так далее Но Эти вещи Люди воспринимают А дальше То что Происходит Внутри Ведь для того Чтобы Обратить на это Внимание Нужно еще Многие процессы Понимать По телевизору Все объясняется Объясняется Так как Выгодно Да Выгодно Выгодно Правительству Власти И Очень доступно Поэтому Сложно Людям оценить Ну вот о недружественных Шагах Кстати говоря Ну на этом Мы наверное Закончим Хотя хочется Закончить На позитиве Нет почему Давайте не будем На этом Подождите Подождите Я вот к чему веду Я насколько понимаю Завтра мы с вами Будем наблюдать Не очень хорошую картину В том смысле Что Россия Рассорилась Большинством Европейских государств Да Ну или в некотором смысле Находится в непонятных Отношениях И скорее всего На завтрашнем Параде победы Мы не увидим Очень многих лидеров Вот А повод то Как раз вот такой По которому Ссориться то Не надо бы было Как мне кажется Да Это вот одна из Тех вещей Которые наверное Вызывают Возмущение Даже людей Которые не согласны С российской Внешней политикой Да Вот отношение Такое Потому что праздник Конечно Действительно Настоящий Вот У нас сейчас Есть минутка На то Чтобы поздравить людей Да Вот я Это и хотел Чтобы мы Именно на этом Закончили На поздравление Я всех Поздравляю Ветеранов Прежде всего Хотя вот У нас Недавно Как бы Случилось Потеря Мы Раису Васильевну Кувалдину Потеряли Которая у нас Тут выступала Вместе с нами Участвовала В наших передачах Царство ей Небесное Уходят Как бы Ветераны И прежде всего Вот оставшихся В живых Я хочу Чтобы мы все Помнили О людях Этих Которые Не жалея Своей жизни Боролись За свободу Страны И Помнить Что Мы тоже Ответственны За то Что происходит С нашей Страной Вот И конечно Всех остальных Всех остальных Людей Просто За то Что они Родились В такой Героической Стране За то Что Они Фактически Могут И имеют Возможность Быть Последователями Наследниками Этих Людей Победы С днем Победы Всех Азис Агаев Директор Аудиторской Конституционной Компании Бизнес Информ Был в нашей Студии Со своим Особым Мнением Всех С праздником Победы Субтитры Особое мнение На 101FM